Привет всем, меня зовут Олег и добро пожаловать на канал записки Гастарбайтера. Я думаю, все из вас знают такую компанию, как Xiaomi. Это довольно-таки известный китайский бренд, и у меня лично было два их телефона, по-моему, Redmi 3 и Redmi 4. Это очень неплохие телефоны, у них хорошая батарея, по многим показателям они отлично справлялись со своими задачами, но спустя какое-то время их производительность не стала меня устраивать, и также были определенные проблемы у друзей с данными телефонами, поэтому я перешел на телефон Smartisan, хотя я сейчас рассматриваю все-таки как самый лучший телефон из китайских брендов, это Huawei, но по стоимости он уже крайне близок к А брендам, таким как Apple, Samsung, LG, ну и прочим крупным. Но если брать сегмент бюджетных телефонов, то, наверное, Xiaomi мало кто может сравнить, разве что Meizu. Но намного более интересная вещь – это маркетинговая стратегия именно Xiaomi, потому что фактически Xiaomi на телефонах почти ничего не зарабатывает. И это довольно-таки удивительный факт. Почему? Потому что они основной заработок получают от дополнительных продуктов, такие как их рисоварки, их матрасы, сумки, ну и прочие различные аксессуары, а телефоны используются в качестве как бы тягача самого бренда. То есть, да и в принципе большая часть китайских именно производителей телефонов, они на телефонах почти ничего не зарабатывают, за исключением Huawei, которые реально что-то зарабатывают на своих телефонах. Но давайте все-таки продолжим о Xiaomi, так как Xiaomi выпускает различные товары, начинает, я не знаю. Я думаю, они скоро даже свои секс-продукты начнут выпускать. Ну, телевизоры уже есть, велосипеды есть, матрасы есть, кресла есть, я не знаю, что у них еще нету. Рисоварка есть, ноутбуки есть. Кстати, у меня ноутбук от Xiaomi, и я им более чем доволен. И уже год. Да, кстати, не обращайте на мой помятый вид, потому что у меня выскочил чири. Я вообще не представляю, как на ноге. Хорошо, что еще только не выше. Но, блин, ну очень неприятно. Причем я сходил в аптеку, попросил тетрациклин, кажется он называется, и перекись водорода с бинтом. Мне сказали, их нет. То есть мне пришлось вырезать слова бинт и перекись водорода, чтобы они мне их дали. А тетрациклину их нет. Поэтому придется идти потом в больницу, чтобы мне данный антибиотик выписали. Поражаюсь вообще этому в Китае. Ну, вот так вот и живем. Поэтому, если вы собрались надолго в Китай, обязательно привезите с собой как бы базовые медикаменты и что-то из антибиотиков. Вот это реально понадобится, блин. Вообще, в последнее время я стал очень много здоровья, блин, то снимать, то говорить, то еще что-то. Причем то, что раньше я, блин, под джунглям неделями шлялся и нормально все. Как милая. Просто помысл, что сифуд дорогая. Очень милая. Это сифуд? Очень милая. Олег тоже милый. Это морской сфуд. Это что-то новенькое. Привет! Ребята, слушайте, мы ничего не курили, мы ничего не принимали, мы ничего не пили. Они просто ставим по себе такие. Сигдайвите. Понимаете, это очень тяжело. Смотри, я отрежу твой нож. О, да. Я, честно, пытался доехать до официального магазина Xiaomi на Джанитауне, но по ряду причин у меня не получилось. Но, к счастью, недалеко от меня, буквально в пяти минутах открылся новый магазин Xiaomi, буквально в десяти минутах от меня, что круто. А вот и сам магазин. Очень похож на магазины таких фирм, как Apple и прочего. Я не буду ходить показывать цены, просто покажу те продукты, которые интересны и чисто для меня, которые мне понравились, которые я, скорее всего, в ближайшее время для себя возьму. Темные очки я все время пытаюсь подобрать для себя, но пока ничего подходящего не подобрал. Где-то видео я примерял их на себе, но ни одни ко мне не подошли. Даже вот эти, я думаю, не очень-то ко мне подходят. Выгляжу я в этом очень-очень странно. Что вы думаете? Напишите в комментариях. Следующий девайс, которому я присматриваюсь, это вот такой вот чемоданчик. Так как в последнее время я все чаще и чаще езжу, и кроме рюкзака я теперь начал таскать вот такой похожий чемоданчик, но который я купил где-то за 50 юаней. Но он тяжеловастенький, и иногда потрепанным кажется уже сейчас. Поэтому нужно обновлять, и этот очень легкий. И я думаю, в скором времени подобные краски для себя возьму, для поездок. Потому что я оставляю его в гостинице, а сам хожу с рюкзаком. Помните, вот у меня есть видео про Xiaomi ноутбук, когда я его покупал? Тогда была только 15-дюймовая версия, но я предпочел бы все-таки в поездках иметь 13-дюймовую версию. И Xiaomi выпустил. Но почему-то их нет на официальном сайте, но они есть здесь. Вот смотрите на характеристики. Вы не представляете, он такой же легкий, как MacBook Air. И на нем процессор 8-го поколения. Это круто. Я бы его взял, но у меня уже есть ноутбук, к сожалению. Или к счастью, не знаю, как сказать. Ну, в общем, мне понравилась вот эта штука, потому что она легкая, при этом процессор 8-го поколения. И такие же характеристики, как у моего ноутбука, в поездках очень идеальны. Да. Ну и цена, в принципе, неплохая. И как я сказал на других видео, так как у Xiaomi телефоны выступают главным образом основным тяговым механизмом, то они зарабатывают в первую очередь на различных аксессуарах, мелочевке. Вот смотрите, у них есть полотенчики, у них есть бритвы, у них есть зубные щетки электрические, есть обычные зубные щетки, есть еще различные маски, часы. Это, кстати, Xiaomi Band 3. А еще Xiaomi, так же, как компания Apple, вокруг своих продуктов создает экосистему. Смотрите, у них есть чайники, у них есть шертоварки, у них есть удлинители, освежители воздуха, вентиляторы, умные пылесосы, лампочки, система освещения, система видеонаблюдения, различные удлинители, кабели, Wi-Fi роутеры, кстати, такой же у меня дома стоит, мебель, у них есть телевизоры. А вот это система для умного дома. Сейчас умный дом реализовать не так уж сложно, правда, подобные умные дома могут взломать при желании, но, в принципе, это вполне реально. Мышки есть различные, но это ладно, ерунда. Ну, телефона, я думаю, смысла показывать особо нету, потому что видео о телефонах очень-очень много в данный момент. А что же еще интересного есть? А что еще интересного есть? Игрушки. Вся они занялись игрушками. Детские часы, чтобы не потерялись детишки. Игрушки, конструкторы различные, умные. Детские самокаты. О, самокаты для взрослых. Я вот все борюсь с искушением купить себе такой, но, блин, неудобно с ним таскаться. Ну, в общем, вот такой небольшой тур получился по магазину Xiaomi, который открылся рядом со мной. И некоторые вещи я задумывался о том, чтобы приобрести себе. В общем, надеюсь, данное видео вам понравилось. Если есть вопросы, то пишите в комментариях, подписывайтесь. Всем спасибо и пока!